Вопрос непростой, проблема непростая. Есть много путей, как ответить, много моментов, которые могу сказать. У нас есть рамки, вы понимаете, наверное, видите из опыта уже, что наши ответы занимают в среднем 5-7 минут. Есть и больше, конечно, если короче. Но есть такие рамки очень жесткие. А ответ колоссальный. Вопрос, точнее, ваш, колоссальный. Разберем его. Сначала вы пишете, как благодарительно вы пишете, сначала утверждаете, что нет желания жить вообще. Это очень тяжелое утверждение. И, конечно, мы такое слышим, и есть такое. Оно очень тяжелое. Я не иду никогда по пути такому, знаете, простому или простецкому, или как это сказать, ничего, не страшно, все хорошо, все будет хорошо. Это, я могу сказать, только когда человек не так настроен, как вы. А просто сегодня он попал в беду или что-то, трудности у него. Так можно сказать и нужно сказать. Как говорится, расслабься, пойми, что все будет хорошо и так далее. Это можно и нужно. Но когда уже человек вошел совершенно в такую ситуацию, как в воронку уже упал, и у него нет желания жить вообще, конечно, так нельзя говорить. Я поэтому так и никогда не говорю. Потому что есть очень много причин, чтобы дойти до этого состояния, и оно неправильно, его не должно быть у нас. У еврея не должно быть этого состояния. Но я сейчас говорю о том, что есть, а не что должно быть. Есть вот такое, что у него нет желания вообще жить. И тогда, что же, о чем можно говорить? Значит, обычно нужно хотя бы для себя представлять, почему такое может быть, как может человек дойти до этого. Могут быть тяжелые личные обстоятельства. Личные. Например, болезнь тяжелая, ни про кого не будет сказано. Другие тяжелые обстоятельства. Может быть, обстоятельства вокруг тяжелые. У него он вполне здоров, и все, но вокруг тяжелейшая ситуация. От войны. Не важно, любое. Любое, что может быть. Есть еще и еще. Возьмите Тору. Возьмите книгу Береши, первая книга Торы. Прочтите вторую половину, начиная с идейной главы Ваеша, и дальше, последней главы Торы. История Юсефа, сына Якова, выдающийся сын Якова, если так можно выразиться, который попал буквально в яму, а потом в рабство, а потом возвысился, и опять его схватили и направили в тюрьму, и сидит в тюрьме 12 лет. Безысходно. Тюрьма тех времен, это просто глубоко вырытая огромная яма с отделениями, где там устники сидят. Буквально в яме. И прочее, и прочее. Ни разу не потерял надежды. Опять, конечно, нельзя требовать от человека быть такой, как Юсеф, но хотя бы надо прочитать, что такое бывает. И вот, и все равно, поэтому я говорю, я легкомыслим, таким увыщеванием, все будет хорошо, не прибегая. Несмотря на истории с Юсефом и другие подобные истории в нашей истории, и в Торе, и в Танахе, и в Талмуде, и в наших книгах. Но все равно я могу сказать вот что. И это можно сказать любому человеку. Потому что это универсально, что в мире есть хозяин, есть Творец. Он его сотворил, так как он посчитал нужным. Есть хозяин в смысле, что он управляет миром, управляет всеми, от муравья и до человека. Всем, и молекулы, и трава, и растения, и животные, всем управляет Всевышним. Облако в небе идет, управляет Всевышним. А если так, то тогда для нас хорошо бы знать, а надо знать, что он нас любит. А если так, то тогда он с нами всегда. Потому что любовь, вообще-то, если так вникнет слово любовь, наибрите Агава, любовь это единение. Даже числовое значение слова Агава, 13, это как слово Эхад, один. Это единение. Всевышний всегда с нами. Раз так, то это уже все меняет. Потому что он все может. И даже если тяжело, и будет тяжело даже. Но это значит, что по своим причинам, которые мы не понимаем, он так хочет. Но это не против нас, он так хочет, чтобы нам помочь. Это больно. Как больно, когда хирург делает операцию. И даже если есть сегодня наркоз, обезболивающие средства, наркоз прекращает свою работу на каком-то этапе. И человеку болит. Не про кого не будет сказано. Один день или месяц после операции. Это неприятно. Но для чего делать операции? Чтобы помочь человеку. И точно так же в жизни происходят другие вещи. Творец мира хочет нам помочь. И он с нами всегда. Поэтому, что нам надо сделать тогда? Чтобы быть с ним всегда. думать о нем, о его доставлениях, о его заповедях, о его целях, о задаче, о котором перед нами открыл нам. Это не тайные вещи. Эти заповеди, все это не тайные, все это открыто в Торе. И он с нами, и мы с ним. И тогда совершенно ты иначе смотришь на сложности в жизни, даже на очень большие сложности. И тогда лучше понятно, что неправильно находиться в ситуации, что нет желания жить. А если разобраться с тем, что я сказал, то тогда появляется смысл. Нет желания жить, как правило, когда нет цели, и ты не видишь смысла. Тогда нет желания, потому что когда есть цель, есть смысл, инстинкты человека приводят к тому, даже инстинкты, стремиться к этому. Это его цель, это его жизнь, но он стремится к этому. Он видит, что есть. Если не видит, тогда плохо. То, что я здесь сказал, показывает, что есть. Всевышний с нами, что он дает цели, и все определяет. И поэтому есть, должен появиться смысл, цель и желание. Стоит того, потому что только это есть, ничего кроме этого нет. И это в этом мире и в будущем мире. Всевышний всегда здесь, и там. Значит, нам остается только быть с ним здесь и там. Ну, и тогда понятно уже, что можно благодарить. Благодарить за то, что есть цель, за то, что есть смысл. Я говорю, что соеврея, за то, что ты родился евреем, за то, что тебе все это дано. Как бы ты ни жил в нищете, в ситуациях самых разных, и тебе это все поручено, ты не сам это все придумал, тебе это дано. И даже тяжело будет хорошо, в этом мире тяжело будет, в будущем мире хорошо, в этом мире тяжело будет, и в этом мире хорошо. Все может быть, все есть. Что ожидается от нас? Только сказать спасибо. Это то, что мы говорим, просыпаясь. Модей, Анилифанеха и так далее, она и билитичность произнес. Благодарю тебя, тебя, Всевышний, за то, что ты вернул мне душу. Я проснулся, для чего-то есть цель, есть смысл, какая бы жизнь ни была, но через свою жизнь я реализую эти цели, которые ты поставил передо мной. Поэтому благодарю тебя, что я солдат у тебя, что я помощник у тебя, что я работаю у тебя, что я с тобой. Я не просто так, неизвестно кто, я с тобой. И я говорю тебе за это искренне спасибо. Потому что это величайшая честь, величайшее дело быть вместе с Творцом мира. Всего доброго, до свидания.